темнеет вечереет получается цветает как бы рановато но и уже темнеть начинает рановато нас минут 9 уже вот еще полчаса и все света белого вида не будет весь лобовик опять этим гербарием залепила и только центры и не центр в еврике улице ли сейчас красную горку приедем надо будет лобовик помыть что так машин бежит много впереди не знаю потому что может просто так попало он там она на штук 6 перейти вот кучка и не вон идут за больше впереди не видно сзади тоже так совпало просто колейки быть не должно сегодня среда еще как бы машинки до сегодня бегут сегодня на четверг вот как мы на пятницу еще кто-то бежит на на москву на россию но это на ближайшие я имею ввиду посмотрим приедем в красное узнаем учатся осталось это килограмм 90 на часик еще с копейками до границы до москвы 549 до кольчуги на семьсот четырнадцать километров porsche 46 соответственно смоленцы 160 блин это маразм какой-то этот прибор мы уже возим с собой я не знаю наверно с полгода карте дкв был привязанной но она у нас была заблокирована сейчас она у нас уже блокирована разбрать разблокировали мы ее заехал сдать чтоб не ездил доверенность говорит давайте я вручу сдать прибор нужна доверенность до но не маразм я понимаю получить прибор доверенность а сдать ох нет слов короче чувствует будет кататься с нами дальше я уже этот пакетик черный что наш вот висит уже который мы зарегистрировали на и 100 а этот на дкв который так он с нами есть без комментариев хочется ругнуться и почему-то матом можно кстати этот снять нафиг он не нужен сюда упакуем а сюда белавтодор автодор прилепим ближайшее время белорусские дороги нам походу не понадобится будем возить дальше я понимаю получить доверенность чтобы чтобы стать пацаны тоже узнавали вот этот перегон на мази так точно сдавал и он а я тюрька преского завернули еще одного брызкого завернули москаль москаль может не светить так ладно сейчас мы шеф обрадуем делая еще доверенность совет кто это кто непонятно кто таможня по моему белорусская интересно погранцы сейчас белорусские стоят или нет еще кто-то в шортах юмой жилетки на езде в белару стоят погранцы белорусские или нет сейчас посмотрим то что говорили что хранится перекрыто там туда-сюда знаю я сегодня каменный лоб проходил вообще если бы не этот за на то типа умный сотрудник таможни так вообще никто не шмонал то есть обычный досмотр посмотрели и все нету тут никого казино видится не работает построить построили в связи с пандемией все характере хотя нет машины стоят какие-то как-то да тускловато светится так сейчас у нас тут пограничный контроль российские таможенные меня интересует колейка уже к эти уже колейки нету пограничникам уже хорошо настоящее 100 километров что тут уже все колечко колечко да вот небольшая это ерунда прямо вот от знака россия машина он через двести метров продолжайте движение для судя по тому как мы едем грузовики они вообще не трогают маша 420 хочешь мы проехали это докуда уже на москвы наверно вот видите тут в отчок хотел на бочке слева типа прошмыгнуть маленькие не трогают за вики чтобы паспорт показать просто что он есть просто паспорт показал что он у меня есть он не мог ну ведь нету тут никакой колейки туча через весы мы прошмыгнем и дальше тут все к тому же никому ради как колейки нет на весах нам задерживаться не надо ничего нам тут отмечать не надо в данный момент только если тут не перекрыто тут могут и перекрыть мистер платон вот здесь могут и перекрыть полосы поэтому не факт что мы сейчас тут проедем проедем тихонько проходил правым рядом поехал и делят левый ряд он должен быть свободен ну там такое смысл а нету дальше ехать по ебать лаяц ругаются блин чуть час толкались я так и не понял больше часа тут потерял махнул этот таможенник езжай мимо чего толкались непонятно я стала таить заехали заехали не пристегнулся сейчас на лукойл заскочу на досипку поставить российскую все как всегда даже на лукойл не поеду вот здесь поставлю потом кругами не заезжать не выезжать вот и почёхаем потиху далее у нас мы тормознемся тут в биле я возьмем пару банок омывателя зимнего уже закинем в полетник потом закинем час камину положила заправку приедут не вылазить нас летний залип ну мы же можем поехать туда где уже и заморозки запросто причем можем поехать поэтому лет не надо уже израсходовать какой он тут зимний понятно какую тут типа зимний там как раз 200 рублей есть наличными самое интересное номера моделевский вольтсваген 2 это летний еще это летний а типа зимнего нету еще давайте пози мне но кто его знает куда мы поедем пускай лучше зимний лежит запасе правильно запросто уже могут пойти заморозки а еще месяц откатается сейчас куда-нибудь сошлют его куда марат гусей не гонял исключенный такой вариант ну понятно можем поехать просто туда где уже морозы не 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 у меня нету давай счастливо мы соляркой не торгуем ну что я хочу сказать то возможно такой же зимний как и в той просто лейб разная минус 30 написано обычно при минус восьми он уже замерзает какой есть так теперь куда теперь покатили теперь покатили попытка номер два получить там другую карточку топливную и по ней попытаться заправиться сказали что кровь сноса карточка будет ждать поехали проверим ну короче не знаю или я дурак или что но я опять все кпп от и бегал и с этой стороны и вокруг объезжал ни хрена тут нету нигде нашей карточки хотя сегодня сказали что нам ее оставят от ни до кого не дозвониться первый час ночи ну не судьба вот не идет она к нам в руки это карточка и все что делать поедем поезд то заправляться значит только сейчас тут назад на горочку вернемся от блю заправим вот на той заправке там за гиртека заправляется мы должны были там еще и тоже за начать топливом заливаться участь на какую поеду используйте но поедем пока ток зад блю туда сказали все канистры забить бачки у меня пачка чок почти полный поэтому бачок я трогать не буду там а канистры поедем зальем все только у нас там штук 13 нормально так сейчас ленемся как бы топлива там на той заправке получается по харсов с хорошей скидкой поезду со скидкой а там еще дешевле со скидкой почему бы не заправиться воля вот гиртека льется че у них тоже все эти вольво евро шестые нормально ездят же но что-то вот опять ну не катит ладно пускай они там наверху разбираются мы зальем от блю и повалим в дивасы заливаться топливом все гиртека и заставлен одна гиртека на заправке гиртека и над блю гиртека подождем но бетон тут смотрю залили что льемся на е100 раз там стоит карточка у нас пока пролет лежит водичка тут хорошо нет нравится шланги длинные пошли закинем в полетник зима и перчаточки зальемся не знаю что я уже спать хочу час ночи пока тут отблю там показали ехал залил 220 литров колейка с гиртеки собралась за мной народ нервничает ну что делать знаю может где-то заехать покемарить надо наверное сейчас будем смотреть заправимся и будем что-то думать о какой красавчик бежит эй хайоси малыш что-то побаиваться о петухи запели что это было у нас сейчас поздний ужин или ранний завтрак наверно все таки ранний завтрак время 5 и на ту кнопочку нажал светает значит все таки уже завтрак 320 суета заехал потому что перед сном ужина не было значит это уже завтрак ужин мы прошли пили ух свежо так я скажу вам 11 градусов маечки ходить фух сейчас еще надо будет проехать где-нибудь остановиться кофейку купить ну собой то эти свой мои по выбрасывать кто-то не выспался яйца ругаются стра так все поехали мы посыпайся как вы потеряны сигнал gps за дорогу без тебя уже скучно просто есть вот время 5 347 километров нам доехать судят на базы определили . где мы будем решили встретиться на базе что-то там не слаживается с этой загрузкой на себе ни да ни нет короче там непонятки какие-то не знаю куда-то миша поедет никто не знает пока еще нормально как раз часам к десяти шеф сказал будет на базе я подъеду что там миша машину отдать два часа часам 12 он сказал чтобы 12 будет в кольчуге ой тысячи извинений так дреманул немного надо слегка допрячься что там последних последних дней премиупровождение ел до спал целыми днями лежал то там то в каюте но работенка можно немножко и потрудиться сегодня там сказали что даже если вы на растаможке если вы к обеду приедете то у вас быстро растаможек все четко все очень чинарем у них поэтому сильно рваться это быстро не стоит вот так встречаем рассвет катим на базу отдаем машину все все вечера сегодня на бусика и обратно в этом направлении поедем по сторону дома какой рассвет красивый в России как не крутите а наши родные рассветы они как-то вот ближе вчера в Белоруссии наблюдал сегодня в России вот эти как-то все равно роднее да и красивее посмотрите красота какая облака какие мы сейчас где-то между Сафоновой и Вязьмой где-то здесь катим потихоньку м1 начинает просыпаться народ появляться грузовиков все больше и больше еще конечно так но уже оживляется трасса скажем так ой а что с заправкой совсем и даже обшивку подрали или это наоборот не достроили строили-строили-не достроили похоже на этой трассе на этой трассе тут уже каких хочешь дай бог тебе здоровья что не надо тормозить светофорчик я вообще не понимаю на каких-то целей ты тут находишься но наверное такое движение оттуда идет прям с ума сойти а когда на Беларуси идешь постоянно если тормозишь на нем потом-то в горочку да с двадцаткой да даже камера стоит на скорость нифига себе через реку Днепр решили мостик сделать но тоже нужно конечно а вот там когда-то был деревянненький вот колышки и щетка остались из реки торчат тишина эх а лодочки да со спиннингом проплыть сейчас по этой речке бы да в пять утра оп уже клев был с шупаков до окушков бы натягал но рано утром с позаранку я что делаю кручу верчу баранку признаки наступающей осени друзья туманы уже утренние еще конечно не такие сильные сейчас на солнышко все это дело быстренько разгонит но они уже появляются ну что говорить сегодня у нас двадцать какое сегодня уже двадцать седьмое августа осталось то тут понятно что все это уже вы будете смотреть в сентябре в конце но на данный момент осталось а что тут осталось пять дней 27, 28, 29, 30 сколько у нас в августе 31 же по моему и все и настанет осень для кого-то где лета как жил как там ладно не буду умничать хотел тут загнуть стихами но в пол седьмого утра как-то не очень со стихами получается ушел коллега сейчас будут достают весь эвакуатор так не видно чтоб разбитый был но нет там им колеса валяются тормозил что-то резко наверное на дтп было какое-то может с кем-то встретился перекрыли сейчас тут пробочка соберется конечно это уже московская область вот после поста после истока реки москва сейчас пока его там достанут здесь они конечно пробку соберут хорошую доставать то все равно надо придется парни маленько постоять коллега слева красавчик местная перевозка по месту везет эти блоки каждая пачка притянута ремнем каждую ремешок все завязан едет человек спокойно ни о чем не переживает ну в плане не переживает во всяком случае груз привязан перевозка сто процентов местная область по области вот движение там может у него километров пятьдесят на молодец привязал красавчик респект а мы толкаемся перед мкадом тут соединение с этим с одинцова выезд одинцова вот сейчас справа сливание двух слияние сливание слияние двух потоков тут постоянно все стоит сейчас дальше должны пойти как там как не знаю еще время 9 утра уже вроде как по радио внутреннее там только почти везде стоит вроде как наружка по наружке не слышал что-то слишком серьезное было ну сейчас посмотрим еще 44 километра еще до базы нам мишаня уже на месте ждет пока там путевку туда-сюда там инструкции и я подъеду gopro стоп видео вот мы и нам кат так немножко потолкались тут не знаю что тут у нас будет дальше что будет то будет пока бежим сколько долго скоро узнаем что вот подведем какие-нибудь небольшие скромные итоги хотя какие тут итоги чем получается у нас забег наш был полтора месяца по-моему с 12 июля если я не ошибаюсь или 12 или 13 что-то такое сегодня 27 августа по километражу получилось почти 16 тысяч вот тут без 100 километров получается ну с учетом если откинуть паром еще тысячу туда тысячи обратно чтобы можно было по земле пробежать а мы в море болтались вообще 1018 было если с учетом еще того что там неделю загорали в Италии здесь ожидания там паромов туда-сюда двадцатка была бы железная но так в принципе нормально побывали в новой стране все остановимся мы походу впереди хотя сколько мы там по той Испании то проехали 200 туда 200 обратно Каталонию то говорят ты попробуй Барселоне Каталонию Испании назови обидятся но дело не в этом сам факт границу пересекали пересекали значит в Испании были в Швеции побывали пускай в порту но по шведской земле потоптались даже со шведскими сольниками таможенниками пообщались никого не трогал никому не мешал стоял стоял тарахтел спал пришли разбудили викинги пошли смотреть пошли ну что зато два новых способа передвижения открыли так сказать для себя ну поезд это совсем новый паром как бы не совсем ходил я до этого три раза паром те паромы на которых я ходил с Новороссийска в Адлер в годы великой стройки ни в какое сравнение не идут с этими паромами которые здесь вот сейчас вот надо вот на Сахалин мотануть и оттуда как это с Ванина туда в Сахалин паромчиком пройтись говорят есть что сравнить будет с чем сравнивать вернее но это в будущем ну а так в общем-то все в принципе прошлое забег у нас был восточный этот забег у нас западный скорее всего следующий ну вряд ли будет западным хотя кто его знает у нас все меняется каждый день если шеф сказал если дозволы транзитные дадут там через Австрию австрийский там чешские транзитные будем пробовать может быть через Украину поехать не знаю ничего не могу сказать это в будущем сейчас вот 36 километров мне дотолкаться сдать кормилицу в надежные руки Михаил Владимирович пожелать ему счастливого пути легких дорог удачной вахты каденции кому как больше нравится и отбыть сегодня вечером на родину как-то так ну а пока толкаемся мкад есть мкад более днем короче походу ничего сегодня не получится полтора часа отдал я своей жизни этому мкаду уже 11 я еще только в базе подъезжаю час тут пока туда-сюда миша еще туда будет часа три до этого кольчуги наехать сегодня его уже не растаможет можно даже не торопиться я уже не помню если честно когда я тут был то последний раз вау плох самый мой первый рейс был с этого завода салпл сколько раз здесь стоял вдоль дороги мы сейчас немножко вокруг поедем а этот вот с левой стороны вот этот мазик он тут постоянно такая же лысая резина тут местный постоянно здесь кучкуется зимой тут весело так вот вниз спускаешься когда тут накатано и все назад хрен поднимешься доводилось тут куролезть по зиме сейчас подумаем но я не вижу смысла сегодня уже сейчас рваться куда-то поедет сегодня конечно просто что прямо вот сегодня не успеет раз там может я сильно сомневаюсь что кольчугинский таможенный пост работает до 8 до 9 вечера в 5 в 6 самое позднее там уже никого нет остановка запрещена запрещена а если очень нужно то можно странно что нас никто не встречает где цветы фанфары не понял ну вот так приехали и нет никого ох и хал ладзимирович идет я еду думаю еще меня никто не встречает я видел что ты подъезжаешь здорово здорово геноцвали они тут будут ехать постоянно соскучился привет я уже даже не вижу смысла тебе сегодня куда-то лететь я уже все обед я уже не успеваю еще часа три только ехать туда больше полтора часа отданные жизненном катят как я по нему соскучился сканерфлирт тебя наблюдал как пять километров в час плетешься ванико у маленькая продюска У нас новый Платон Платон заменили Дверь открой Все, давай Удачки Давай А то сейчас без дверей нас оставят Ездят у всякие Давай, счастливо Давай, счастливо, тебе отдохнуть Ни хвоста, ни жезла хорошо поработать Без простоев Все, давай, удачи О, ехалы Пока, пока Давай, счастливо Все, сдали Надежные руки Михаил Владимирович Погнал в Кольчугино Ну, сегодня-то уже по-любому не успеет растаможиться Уже время, третий час Пока Платон Сейчас ездил, заменил там То, сё Поехал Завтра в пятницу растаможиться Разгрузиться Дальше будет видно Пошли мы отчет сдавать Будем потиху собираться Выдвигаться Все Всем спасибо за внимание Удачи, всех благ На жизненном пути До новых встреч Всем пока Субтитры подогнали Симон